Оправдались ли надежды нардепов на вечернее заседание, мы узнаем у Анны Каменевой, она находится в парламенте. Аня, здравствуй. Какие итоги второй половины рабочего дня Верховной Рады? Уволили ли, кстати, главу фонда госимущества Белоуса? Добрый вечер. Да, действительно, сегодня увольняли главу фонда госимущества Игоря Белоуса. Все увольнение длилось каких-то 10 минут. Сначала в профильном комитете заявили, что рассмотрели этот вопрос и рекомендуют проголосовать депутатам за увольнение Белоуса с этой должности. После нескольких заявлений фракции 242 парламентария нажали кнопку «За». Сам Игорь Белоус не выступал и не отчитывался за свою работу, хотя в кулуарах депутаты заявляли еще до голосования, что к нему есть вопросы и хотели бы услышать его отчет. Все, что было заплановлено и предназначено Украиной до приватизации, как бы, протягом последних двух лет, фактически было не выполнено. Говорить о том, что виновен в этом только Игорь Белоус, это было бы не совсем правильно, потому что мы понимаем, что много депутатов и много фракций в парламенте не зацикавлены приватизировать те или и другие предприятия. Все, что можно было технично сделать, подготовить соответствующие процедуры, подготовить соответствующие решения, Игорь Белоус сделал. Я думаю, что ключевая ошибка последних керевников фонда «Держмайна» в том, что они всегда считали, что фонд «Держмайна» – это продаж майна. А там еще одна функция – управление государственным майном. Я думаю, что это функция, которую никто не занимал, в том числе и Белоус, как глава фонда «Держмайна». А я думаю, что у нас есть самые элитные предприятия, которые платят шаленые податки, которые государственные предприятия, но которые абсолютно не имеют никакого контроля с боку фонда «Держмайна» по управлению. Поэтому я думаю, что это ключевая их ошибка. Работа фонда «Держмайна» по приватизации в 2016 году полностью провалена. В бюджет было закладено 17 миллиардов, если я не ошибаюсь, это было около 78 миллионов. Это качественный показатель работы человека, который руководит фондом «Держмайна». Мне очень хотелось бы услышать ответ главы фонда «Держмайна» Украины, потому что два года назад программа приватизации была разрушена. Была разрушена приватизация Одесского припортового завода. Кто же заменит Игоря Белоуса на должности главы фонда «Держмайна» пока непонятно. Депутаты говорят, кандидатуры пока что не обсуждали, но уже готовы это делать. На встрече фракции с президентом Украины мы поднимали это вопрос. И мы четко проговорили, что фракция будет долучаться до обговорений, до, скажем так, рекомендаций, согласно тех кандидатов, которые будут обрабатываться. Напомню, при Белоуси фонд госимущества пытался дважды продать Одесский припортовый завод. Второй раз даже снизили цену, но ВОЗ и ныне там. В понедельник глава ведомства сам написал заявление об отставке. Спасибо, Анечка. Анна Каменева об итогах сегодняшнего рабочего дня Верховной Рады.